Приветик мои дорогие, хотела записать видео и поделиться с вами информацией по поводу одной дамы, которую зовут Виктория Спарц, она значит у нас конгрессвумен, то есть женщина, которая находится в конгрессе, она украинка, первая украинка в конгрессе США, значит о ней поднялся какой-то шум, начали очень много про нее говорить в последнее время, прямо чуть ли не звезда конгресса США, такая прямо патриотка, консервативная, такая прямо звезда, и тут дошло даже до того, что русскоязычные блогеры, в том числе один небезызвестный, тот самый, не буду рекламировать канал, но этот вот таджико-еврейский блогер, который живет в еврейской комьюнити в Нью-Джирсе, он начал про нее говорить, я видела в одном из роликов, он ее провозгласил просто как какая-то потрясающая там женщина в конгрессе США, просто невероятно какая-то там умная и такая классная, такие точки зрения у нее там потрясающие, ну я как бы знаю этого таджико-еврейского блогера, решила, что если он ее хвалит, выглядит она просто как смерть, она на самом деле очень молодая, она рождена была в 78 году, ну просто какая-то выдра, гляньте на ее шею, на ее лицо, она прям намного моложе меня, вот так человек выглядит, да, 78 года рождения, вот, и значит она, значит этот блогер эти еврейские, они вдруг начали ни с того ни с сего нахваливать ее, превозносить, какая она там всякими разными точкой зрения консервативной и так далее, я сейчас просто вот что делаю, пытаюсь подсчитать, во сколько же лет она пошла в университет, допустим, если она была 78 года рождена, ну пусть она в 17 лет попала в университет, 95 год она только попала в университет, правильно я считаю, да, допустим, она родилась в 78, пускай, допустим, посчитаем, что в 17 лет она попала в университет, плюс 17, получается 95, то есть уже в университет, она поступила уже во время Украины, уже это был не Советский Союз, при этом она рассказывает во всех интервью, что она училась и росла, и полностью все ее детство и жизнь прошло под гнетом Советского Союза, под гнетом коммунистов, и вот этот вот блогер, который так ее превозносил и рассказывал, какая она крутая, пускай послушает ее интервью, как она ненавидит Советский Союз, а он рассказывает, что он такой патриот, и он так любит Советский Союз, он не про Россию, но он про Советский Союз, у него флаг Советского Союза везде, так он перед тем, как нахваливать эту мымру, я даже не побоюсь сказать, тварь, она натуральная бандеровка, натуральная, в 95 году, это уже после развала Советского Союза, она училась в Киеве, в институте каком-то имени какого-то Гетьмана, видимо, там ей уже мозги промыли, что украинцы это не русские, и что там это другой народ, вот она здесь, видите на фотографии, находится с этим Линдси Грехомом, и вот у нее значок, этот украинский флажок, это только демократы у нас в Конгрессе ходили с этим украинским флажком, только они, потому что республиканцы сказали, мы не должны посылать деньги Украине, и мы не должны в своем Конгрессе ходить с флагами чужой страны, она, тем не менее, вот с этим Грехомом, это Грехом, это тот сенатор республиканский, который сказал, что надо посылать как можно больше денег в Россию, на Украину, потому что это хорошее вложение, таким путем мы будем воевать до последнего украинца, но сохраним наши жизни наших американских парней, вот, и значит, соответственно, она с ним объединилась, и она ездила на Украину, насколько я понимаю, раз 6 или 8 она ездила на Украину за время СВО, в общем, она против Зеленского, потому что Зеленский, по ее мнению, расходует средства неэффективно, надо эффективнее убивать русских, а Зеленский грабит много себе в карман и меньше русских убивает, вот это какая тварь, какая подлая гадина сидит сейчас в Конгрессе США, и за эту тварь вот эти вот про-СССРовские блогеры топят и возвышают ее, носят на руках, вот мне противно за таких людей, которые вот в Конгрессе находятся, и за тех якобы про-СССРовских блогеров, которые вот таких тварей превозносят, и хлопают ей, рукоплещут, какая она классная. Мы сейчас посмотрим с вами интервью ее известному блогеру американскому, где она нам расскажет, что Путин тиран, в СССР просто жить было невозможно, хотя мы видим, что она родилась в 78-м году, при СССР она жила, может быть, там, сколько там, 12 лет с копейками, а в 95-м бы ей было 17, когда она поступила в университет в Киеве, она уже не была в СССР, она рассказывала, такой бред, что там за студентами следили, за ее личной жизнью, за ней была какая-то слежка, вообще за студентами университета была какая-то слежка. Как это может быть, если вот посчитайте, что в 78-м году, если ты родился, это 1978-й, 78-й, плюс 17 лет ты попала в университет, 95-й год. Все, ты не могла никак при СССР учиться в университете, за тобой никто не мог следить, может быть, твое собственное украинское правительство. В общем, этот человек вырос и получил так называемый брейнваж, это когда промыли мозги, уже при развале Советского Союза. Она Советский Союз сам не помнит, она помнит, может быть, момент перестройки, это с 92-го года момент перестройки и вот этого тяжелого времени, когда была перестройка. Все остальное время она была слишком маленькая, чтобы помнить и осознавать, что было в Советском Союзе, но такую ненависть во себе вырастить, такую не только к СССР, у нее ненависть к Путину, у нее ненависть к россиянам, у нее ненависть к России, она оскорбляет нас всех и нашего президента, не переставая, несет, льет кучу помоев, врет на каждом шагу. Я, честно говоря, мне было очень тяжело смотреть это видео, которое мы сейчас с вами досмотрим. Она, знаете как, Виктория Нуланд на стероидах, вы гляньте на это мерзкое лицо, от этой ненависти, от этой злости. Человек, который на 10 лет, наверное, где-то меньше, она меня моложе, но она так выглядит старо. Понимаете, вот эта ненависть и негативная энергия, она старит людей. Мало того, на что вытворила, она кинула своих друзей-республиканцев. То есть, как она попала в Конгресс, это другая еще история. То есть, это вот у нее полностью путь Камалы Харрис, полностью путь Камалы Харрис. Она попала в офис Attorney General, это прокурор, но Камала Харрис попала как адвокатша, а эта попала как финансист. У нее был Киеве университет финансовый, она заканчивала. И пошла она по пути финансистов и школы, все, которые она закончила уже в США, это были либеральные школы. Видимо, там ей допромывали мозги ненависти к России, и к Путину, к россиянам. И она, получилось, что живя в США с 2000 года примерно, также она американская жена. По моему опыту, 25 лет прожив в США, в основном 90% жены здесь украинки, это были male order bride. То есть, они не познакомились со своими мужьями где-то на работе, или где-то там в каких-то бизнес-областях. Они были вызваны мужьями своими по, ну, как это, по каталогу, да, они в американстве говорят, жена по каталогу. То есть, она male order bride, приехала в Америку, и вот она попала, свой, видимо, диплом она эвалюировала экономически. Здесь она работала в банке кассиром, и постихонечку переучилась, ну, как и все мы тут сделали, россияне и русскоязычные люди с СССР, переучились на американские профессии, кто с мозгами, конечно, более-менее. И она попала в офис прокурора штата, она, по-моему, в Индиане живет, вот, и тут она попадает, как Камала Харрис, которая тоже попала в офис прокурора штата, там вопрос темный, как она вдруг стала такое политическое движение развернула. Ну, Камала, как мы знаем, через определенные способности в постели, она стала в политике. Эта дама, кто знает, какие у нее были способности, вот. Ну, я слушала несколько ее интервью тут и там, просто тупая, как лица. То есть у нее, ну, пару есть каких-то моментов, ну, например, «Я против трансгендеров», «Я против того, что границы открыты». Ну, это как бы элементарные вещи, но когда копнуть глубже, она просто оплывет, у нее нет никакой определенной оппозиции, у нее полный набор сумбурных каких-то фраз, полный набор, вот это вот «Talking points», это пропаганда украинская в башке, полностью, полностью, это просто, а вообще, вы послушаете интервью, я говорю, что я с трудом его досмотрела, потому что этот человек просто вызывает рвотный рефлекс от ее ненависти ко всему российскому, ко всему СССР, вот она в украинских цветах. Она с демократами вместе подписывала у Байдена в офисе пакет «Ленд-Лиза» в Украине. Она ездила на Украину и провознесли ее, что она высказалась против Зеленского. Она высказалась против Зеленского, что он недостаточно умело убивает русских, он много денег себе в карман кладет, а надо было больше на фронт отправлять, нужно было следить, куда он их тракет, чтобы он убивал русских эффективно. Вот кто это такая. Никто из республиканцев в украинских цветах не ходит в Конгресс. Я считаю, что это вообще должны американцы на это обратить внимание и не разрешать вот таким вот свежим эмигрантам находиться в Конгрессе. Ни украинам, ни там, допустим, палестинцам, ни евреям, потому что каждый тащит американские налоги себе в карман. Каждый. И она в том числе. То есть деньги на Украину программу «Лид Лиза» она подписала. И она голосовала за это все. Я вообще просто в ужасе, насколько она ненавидит все, что пророссийское. Как эта тварь вообще оказалась во власти в США. И она еще видит теле в украинских цветах. Хочешь носить украинские цвета? Мое мнение, сдуй на Украину. Вот куда тебе надо идти. Тварина. Это ее муженек, полудебильный на вид американец. Нормально не такой бы, наверное, и не женился. Вот это она была, видимо, такая в юности. Но ее не скрасила судьба в Америке. Кстати, сказали, что с ней не может сработаться персонал. Очень много у нее уволилось уже от нее. Вот она, Маккартина. Гляньте, какая она ужасная, старая и в морщинах себя. Хотя достаточно молодая женщина. И вот она напоминает мне, знаете, кого-то между Тимошенко и вот этой вот Викторией Нуланд. Гляньте на это лицо. Что это такое Бандеровка? Фу. Ладно, значит, что хотела тут рассказать. Значит, она... Вот она... Это у нее на сайте написано. Конгресс. Виктория Спарс. Конгресс. А, подождите, сейчас дойдем до этого. Она никакая, конечно, не Спарс. Она в девичестве Кульгейка. Виктория Кульгейка родилась в 78-м году в селе Носовка Черниговской области. Американский политик украинского происхождения. Сенатор штата Индиана. Она, значит, родилась в Носовке. Это русское даже название. Черниговская область. Это русская область. И эта тварь просто ненавидит все, что связано с Россией, все, что связано с Советского Союза. Ну, смотрите, она в Носовке жила до 5 лет. Потом родители переехали в Чернигов, где она окончила школу. А потом она училась в Киевском национальном экономическом университете именно Вадима Гетьмана. Видимо, Гетьман это уже были какие-то украинские какие-то у нее. Там, как это сказать, вот эти вот украинские уже национальные начались там. Вот эти интересы, что они уже переименовали к 95-му году, когда она начала учиться. Уже переименовали бы этого Гетьмана какого-то. Потом она, значит, в 2000 году переехала в США. Они, конечно, не говорят о том, что она была Мейлордер Брайт и переехала в США, выйдя замуж за этого спица, этого американца с дебильной внешности. Получила диплом магистра по профессии бухгалтер. И она работала в государственных учреждениях от клерка в банке до главного чиновника финансовой службы прокурора Индианы. Ну вот и Камала Харрис тоже работала, доработалась до должности прокурора в прокуратуре Калифорнии. А там она так хорошо показала себя в постели, что полезла в политику. Ну вот эта красавица, значит, тоже. Там был семейский двухлетний сенатор Индианы, который решил уйти на пенсию. Она вдруг каким-то образом победила шестерых других кандидатов. И она, значит, стала вот этим вот представителем в палату округа штата Индиана. Значит, работа в спиц-конгрессе подвергалась критике за неровное, недемократическое обращение с персоналом. Говорят, что персонал с ней переругался по полной программе, потому что она ведет себя очень агрессивно, как мужик в юбке, ругается со всеми, в общем, ведет себя как тайтл, интайтл. Понимаете, королева тут украинская приехала, звезда, вы все должны лежать ровно, потому что она тут, видите ли, оказала вам вообще честь. Так, дальше, значит, говорится о том, что она ездила на Украину много раз. В апреле 1922 года Спарц вместе с сенатором Стивом Дэйвисом стала первым официальным лицом из США, посетившим Украину на фоне российского вооруженного вторжения. Политики побывали в освобожденных от российской оккупации города Буча и Бородянка. Вместе с сенатором Беном Кардином. Смотрим, Бен Кардин. Кто он такой? Ой-ой-ой, член Демократической партии, ну надо же, и депутата Элиса Слоткин. Кто же это, Элиса Слоткин? Ай-яй-яй, бывший аналитик Центрального разведывательного управления ЦРУ. Она член представителей США Демократической партии. Как же ж так, Виктория, как там тебя, Кулибин, как она, как ее зовут, господи, забыла, извините. Кулибин, Кулькова какая-то там сейчас, Кульгейко. Виктория Кульгейко, которая представителем у нас является республиканской партии, консерватор. Какого же ты хрена Кульгейко, Виктория, оказалась с одним демократом и с другим демократом, да еще с бывшей сотрудник ЦРУ на Украине. Она вместе с ними была приглашена в Белый дом для участия в церемонии подписания президентом Джо Байденом закона о ленд-лизе, защиту демократии на Украине. Никого не пригласили из республиканцев, вот эта фотография, а эту тварь пригласили. Понятно? От Камала Харрис, и вот это демократ ЦРУ, и это демократ-козел полный. И она, и она тут, без нее же никак. В общем, это, знаете, называется, республиканцы называют их Райна, это Republican and Name Only. То есть они нифига не республиканцы, они только претендуются, что они республиканцы, они находят один-два talking points, которые смежены, один-два пункта, которые сходятся с общим мнением республиканцев, и они подстраиваются, и якобы их выдает себя республиканцы. То есть она, например, может сказать, я против трансгендеров, может быть, я против абортов, я за то, чтобы закрыли границу. А все остальные пункты у нее полностью идут в одной линии с демократами. И голосует она в одной линии с демократами против республиканцев. То есть она проголосовала за этот закон Анни Ленд-Лизе, ее пригласили к Байдену в Белый Дум. Вот кто это такая, эта тварь, которая лезет кругом. Она, правда, единственное, что она обвинила Зеленского в неспособности подготовиться к войне с Россией. Он плохо подготовился. И отсутствие надзора за пожертвованным оружием, источники в украинском правительстве заявили, что встреча в посольстве вызвала опасения, что Спарц лоббирует американского военного подрядчика, у которого Киев не желает покупать оружие. Спарц, в свою очередь, выразила беспокоенность по поводу непрофессионализма и коррупции на Украине. Много раз она говорила в других интервью, что Зеленский неэффективно воюет с Россией и мало убивает россиян. Нужно более эффективно работать и все оружие, и все деньги отправлять на борьбу с кровавым путинским режимом. Понятно? Вот это та дама, за которую наш, не наш, точнее, наш недруг, тот самый тальжика-еврей топит, который он стоя аплодировал и который он просто восхищается. А я не удивлюсь, что ее карьера просто один в один напоминает карьеру Камалы Харрис, которая она и это Виктория Кугелько, и это, значит, Камала Харрис. Они обе из офисов этих самых прокуроров какими-то своими способностями обалденными в другой совершенно сфере оказались вдруг близко к Белому дому. Вот так вот. Что одна просто тупая, как крот, и вторая такая же тупая. Сейчас я вам, значит, покажу интервью этой красотки с вот этим Пебедеем. Почему ее вызвали, потому что тут поднялась вот эта вот волна, что она против Зеленского выступила. Она не против, значит, оружия Зеленскому и Украине. Она против, чтобы Зеленский меньше крал денег, а чтобы больше денег было отправлено напрямую на фронт, на борьбу с русским, значит, кровавым режимом и мордором, и эти орками. То есть она натуральная бандеровка, она натуральная нацистка. Она говорит абсолютно без перерыва ложь, неправду и гадости про СССР, про Путина, про россиян. Она не считает россиян, хотя родилась в Носовке и в Черниговской области, эти типичные русские названия. Нет, 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 нет. Она была уже промыта и на Украине, потому что она училась в университете уже после распада Советского Союза. А потом она училась в Америке в бизнес-школе либерального толка, бизнес-школа. Это там известные либеральные профессора, которые мозги промывают студентам. И человек, будучи здесь с 2000 года, полностью стал натуральным, нацистским, вот это вот Украина нацистским, короче, прихвостнем. И как она попала в Конгресс, ее надо просто гнать метлой. Потому что она не отстаивает интересы США, она полностью отстаивает интересы Украины. И мечтает, чтобы Россию как можно быстрее сгнобили. И оружие, она говорит, надо посылать. Нет, это старое, мы послали старое оружие, надо новое посылать оружие. И больше денег. И Зеленский плохой, очень плохой. И так раскратиквала на Зеленского, потому что мало русских убивает. И тот, кто ее поддерживает, и тот, кто ей аплодирует, он такой же, как и она. Значит, этот человек ненавидит все русское, ненавидит Советский Союз. И не надо прикидываться, что ты хороший, я нейтральный, я люблю Советский Союз. Мы видим твое подлое лицо, таджика-еврей, и мы видим, кто ты такой. Начинаем слушать эту тварь. Я все интервью не буду проводить, оно больше часа, два часа почти. Мы выберем те моменты, где она рассказывает нам, как она ненавидит Россию, как она ненавидит Путина, и как она ужасно, ужасно жила в ужасном оккупированном Советском Союзе. Слушаем. Например, в 1978 году у тебя был президент в то время. Я хочу сказать, кто это был. Брежнев? Это тот, кто это был? Да, Брежнев, да. Хорошо, значит, после Брежнева у тебя был Василий Кузнецов, верно? Затем у тебя был Юрий Андропов, затем ты снова вернулся к Василию Кузнецову. Затем у тебя был Константин Черненко, затем Василий Кузнецов снова приходил три раза, затем у тебя был Андрей Громыко, затем у тебя был Горбачев, Горбачев, Горбачев и Бум. Ты же знаешь, очевидно, эй, мистер президент, снеси эту стену, а потом бум, и все изменится, верно? На что был похож СССР, когда ты там родился? На что было похоже жить при коммунистическом режиме? Что же, послушай, на самом деле это было интересно, потому что недавно я посмотрела сериал о Чернобыле, и я была очень удивлена, насколько хорошим было изображение Советского Союза. Это сделано в Америке. Но я такая, вау, знаешь, это напоминает мне обо всем этом КГБ, и люди следят за тобой и следят за тем, чтобы ты не выделялся. А если ты что-то скажешь, знаешь, они придут за тобой и узнают, как они собирают данные. И в каждом колледже, в каждой школе были люди, которые постоянно наблюдали за тобой и собирали о тебе информацию. И я имею в виду именно это. Буквально. Вы это слышали? Причем эта крыса, она в университете училась, по-моему, с 93-го года в украинском там где-то университете. Уже Советский Союз распался к тому времени. Что он вообще несет? Я училась именно во время Советского Союза с 87-го по 92-й. Это полный бред. Никто не ходил, ни за кем не следил, никакие КГБ за нами не следили. Это вообще, вот я ее слушаю, я просто в шоке. И представьте, вот такая тварь сидит в Конгрессе США. Она будет делать все, что только возможно, чтобы напакосить России, напакосить русским. Настоящая бандеровка, фашистка, нацистка. И я не знаю, кто выкормишь вот этой вот бандеровской идеологии. Имею в виду, да, это было так. Знаешь, у них был человек-коммунист, который просто следил за тем, чтобы никто не выступал против чего-то против партии, наблюдал за всеми. И если ты попадешь в их список тех, кто потенциально мог бы быть кем-то, кто не был бы, знаешь, потенциально мог бы стать проблемой. Они будут преследовать тебя, а затем попытаются использовать полицейские государства через полицию, или попытаются заставить людей, ты знаешь, совершить на них какие-то преступления. Или если они не могли этого сделать, они использовали бы психическое здоровье. Ты знаешь, они поместили бы людей в психиатрические учреждения. И если они не могли этого сделать, они использовали бы бандитов на самом деле. Это было на самом деле очень. Все криминальные группировки, они не были частью правительства. Но они как бы использовались правительством, если ему нужно было это сделать. Так что я думаю, что это было очень. Ты знаешь, я имею в виду, что они в значительной степени позволили всем детским домам дышать и выращивать преступников, которые ушли в криминальные группировки. Но, по крайней мере, они не были интегрированы с правительством. Теперь я думаю, криминальные группировки являются частью правительства. Это даже хуже, ты знаешь, по крайней мере, у них были какие-то стандарты. Ты знаешь, они были разделены. Теперь это действительно беззаконие. Но я думаю, что это как бы на пол... Ну, а в США криминальные группировки просто интегрированы в правительство. ЦРУ, ФБР, они просто-напросто убирают людей руками государства, и все это узаконенная коррупция. У них своя там мафия внутри государства. Это знают все в Америке, что никакого там главенства закона близко нет. И вот эти организации называются Three Letters Agency, агентства, которые на три буквы. Это ФРС, ЦРУ и ФБР. Это своя собственная мафия внутри государства, которая просто дует американских налогоплательщиков, существует за их счет. Помнила мне, и я действительно заставил своих детей посмотреть это, потому что я подумал, что это было очень хорошее изображение жизни. Ты знаешь, я вырос в Чернобыле. Мой отец был человеком, который умер от рака, потому что он помогал. Он был главным инженером, помогал со многими зданиями и эвакуацией. Так что он умер в возрасте 41-го года, потому что он действительно ходил на такие собрания вот так. Ты знаешь так, что мне как бы нравится. Ты знаешь, я выросла в этом районе. Я это помню. Я была молода, но это было, ты знаешь. Это на самом деле... Ну ты тварюка. Не только твой папа там, который, видимо, если он там работал на Чернобыле, а может быть он был один из тех, которые были причастны к тому, что авария произошла. Еще вопрос вообще возникает, как произошла эта авария. Они были ли подкуплены там определенные инженеры, чтобы они это все устроили. А у нас ездили все со всего Союза помогать. Мой дядя, муж моей тети, он был в Чернобыле. Он тоже умер потом, но он еще жил, наверное, лет 20, наверное, если не 30 после Чернобыля. Все равно там были какие-то у них, по-моему, у него был рак или кровь или чего-то, конечно. Но ездили со всего Союза помогали. Это вот с Кубани он ездил, он уже умер. Тетя еще живая, а он уже умер. Он ездил, помогал в Чернобыле. То есть Украина это натворила, а вся Россия ездила, все это разгребала. Причины распада Советского Союза, ты знаешь, это своего рода демонстрация того, насколько бессмысленна жизнь в системе. Как далеко вы жили от Чернобыля? Потому что это 1980-е. Да, это в 70 километрах, ты знаешь. Тебе было 8 лет, когда это случилось. 7,5-8 лет, когда это случилось. Это примерно в 70 километрах. О, это очень близко, ты знаешь, так что вот. И я помню, когда 1 мая у них были демонстрации. Ты знаешь, это как демонстрация в честь Дня труда, празднование Советского Союза. Они никогда не говорили людям о том, что произошло. Люди падали в обморок. А чего ж ты не упала в обморок, если ты жила в 70 километрах от Чернобыля? Жива, здорова, где твой рак? Что-то тут не сходится, красотка. Если там все прям падали в Киеве, а ты жила в 70 километрах от Чернобыля, чего ж ты здорова, как корова? Ненавижу ее просто. Как во время этих демонстраций, ты знаешь, люди прятались в Германии. Но в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, они позволяли людям выходить на улицы, и многим людям становилось плохо, и все остальное. Вот так ужасно никто не заботился о людях. Ты знаешь, что их волнует только повестка дня. Единственное, о чем все заботятся, это о том, чтобы мы выглядели хорошо и вкладывали деньги, не зная, что происходит. Не, ну так это ваше правительство на Украине это устроило. Ваше правительство отправило людей на демонстрации. А виноват сейчас будет Путин. Ну подождите, сейчас мы дойдем. Виноват, естественно, будет Путин и россияне. Кто виноват тому, что в Киеве правительство отправило людей на демонстрации? Конечно, это Путин виноват. А почему ты, красотка, жила 70 километров от Чернобыля, и ничего с тобой не случилось, а? Вот это у меня вопрос возникает, очень интересный. Тем этим скрывается угнетение, тирания, сбор данных, запугивание людей в подчинении и ложь людям. Очень сильная пропаганда. И я думаю, что именно поэтому человеческие жизни не имеют значения в таких системах. Я думаю, что это так. Я не знаю. Я думаю, что это Сталин сказал, что жизнь одного человека, трагедия жизни миллионов – это статистика. Так что это все статистика. Им было все равно до тех пор, пока они могли сохранять власть. Ты же знаешь. Но Америке, естественно, не все равно. Во-первых, надо было истребить всех индейцев. Остатки живут в резервациях, буквально на наркотиках и на алкоголе. Я выставляла видео про резервации индейцев в Оклахоме. Во-вторых, истребили японцев, которые здесь жили во время войны. Ну, а местное население, они просто вытравливают наркотиками, алкоголем и вот эти ЛГБТ-пропаганды. Ну, это ж не… А телевидение местное, посмотрите из американских средств массовой информации. Только левацкие, только левацкие. Если ты на правой стороне консервативных ценностей, вон Такер Карлсон быстренько тебя под зад на гость телевидения. А Джулиана Санж просидела, сколько он там, 18 лет в тюрьме просидел. И она будет рассказывать про пропаганду. Вы знаете, вот таких людей, как эта сука Виктория, они не должны быть за 100 километров от правительства США. Потому что эта гадина, она будет делать все, что только возможно, чтобы навредить России и русским. Вот наверняка у нее есть еврейские корни. Может быть, не показывает в Викопедии это, но у нее там бендеровские еврейские корни, взрослые на вот этом вот молоке ненависти. И таких тварей, как она, вообще нельзя допускать и близко в правительство любой страны. Вот эти вот украинцы, они должны сами там у себя вариться. Не пускать их ни в коем случае. Но за нее топит известный блогер Бабичев. Он сказал, что она просто символ, символ для подражания. Он восхищается этой женщиной. И при этом он рассказывает, как он любит Советский Союз. И у него флаг Советского Союза висит сзади на бэкграунде, у него на канале. Ты Бабичев или трусы надень, или крестик сними. И это очень важно. Ты же знаешь, я имею в виду, что система угнетения. Ты же знаешь, ее очень трудно понять, пока ты не испытаешь это на себе. Окей. Твой папа умирает от рака в возрасте 41-го года, ты живешь с КГБ, ты растешь. Какие личные события произошли в твоей жизни, которые заставили тебя политически усомниться в чем-то? Я думаю, может быть, другой вопрос был бы в том, как это сформировало твое мировоззрение об Америке, о коммунизме, о капитализме. Что ты думал об этих вещах, когда рос ребенком? Ну, когда я была ребенком, ты же знаешь, нам на самом деле говорили, что злые капиталистические свиньи вот-вот придут и пошлют все эти ядерные ракеты и все такое прочее, верно? Но, что они говорили о капиталистах? Они злые капиталистические свиньи, и все они заботятся о богатых людях и обо всем этом. И ты же знаешь, мы за равенство. Я имею в виду, что это все пропаганда. Пропаганда Карла Маркса, верно? Ты используешь классовую войну. Ты используешь, ты знаешь, религиозную войну. Ты же знаешь, что ты всегда сталкиваешь людей друг с другом, чтобы угнетать их, верно? Потому что никто не хочет иметь одинаковые результаты. Мы разные люди. Некоторые из нас хотят быть политиками, некоторые из нас хотят быть бизнесменами, некоторые хотят быть художниками, верно? Так вот, когда ты заставляешь людей делать то, что ты решаешь как правительство, ты можешь делать это только путем угнетения. Люди рождены свободно. Интересно, вот в Советском Союзе мы жили. Вы видели, как вас угнетали, да? И что за вас правительство выбирало, куда вам идти учиться или куда вам идти работать. У меня был выбор на такой факультет, на какой факультет, в этот университет, в тот университет. Куча была секций бесплатных, куча была всяких школ бесплатных, куча кружков была всяких бесплатных. Что она несет? Я не могу понять. Понимаете, я человек, который вырос в Советском Союзе, когда за меня решали, куда мне поступать? У меня был скандал, единственное, с родителями. Потому что я хотела идти именно на математический факультет в университет. Они хотели, чтобы я шла в пединститут. А я сказала, нет, я пойду в университет. Они сказали, там большой конкурс, у тебя мало шансов поступить. Ну я пошла и поступила. Что она несет, что этот человек вообще говорит? И понимаете, если вот эта вот пропаганда, мозги у них засраны до такой степени на Украине, понимаете, в какой каше они там варятся, в каком котле лжи. Я вообще вот послушала ее интервью, и в это же время выступает Бабичев и говорит, я просто восхищаюсь Викторией, она просто светоча в ночи. Такой политик, такая женщина. Я вот слушаю, знаете, таких как она надо просто вообще не то, чтобы власти не допускать, ее надо куда-то на переформатирование отправлять, на какие-то уроки правды, я не знаю, это какой-то мир, какой-то не иллюзии, а мир делюзии какой-то. Человек живет в каком-то своем придуманном мире. Во-первых, она уже выросла после распада Советского Союза. Откуда ты знаешь, что было при Советском Союзе? Кто нас заставлял идти куда-то работать, куда нам партия сказала? Была куча добровольцев, была куча всяких разных программ для молодых, давали квартиры, давали жилье, люди поэтому ехали, там строили бам, поднимали целину и так далее. Какая мерзкая гадина, просто у меня нет слов. А какой была голодовка, какие были кризисы 1929-30 годах в Америке, люди, извините, лопухи здесь жрали, и этим богатым котам жирным им было похрену, они выливали тоннами молока в мясо, закапывали, но люди стояли в очередях за крошкой хлеба. Ты историю США учила, ты когда-нибудь видела, что творилось в США, ты сидишь на Советский Союз, нападаешь, тварь. Нам не нравится, когда нам говорит кто-то сверху, так что тебе приходится заставлять и запугивать людей. Другого способа добиться равных результатов нет, ты же знаешь, что так и будет, и у тебя никогда не будет равных возможностей. Ну, я имею в виду, послушай, я приехала сюда едва говоря по-английски с одним чемоданом, и мои возможности были ограничены. Чем ты занимаешься? В 200-м году. С каким чемоданом ты только, сука, приехала? С каким? Ты вышла замуж за американца, я так думаю, что она вообще натуральная mail order bride, то есть которую по интернету мужик заказал и привез ее в Америку. Те, которые вышли замуж за американцев, совершенно другие условия, ты ни разу не сравнивай, я приехала с одним чемоданом, ты приехала с чемоданом, тебе муж повел завтра в магазин и тебе все купил. И ты жила уже в доме у мужа американца. У тебя были сразу возможности какие угодно, потому что у тебя муж американец, я думаю, что не бедный был муж. Я вообще в шоке от этой гадины, это просто змея. Знаешь, это было похоже на то, что мои возможности были не так уж просты, но это не имеет значения. Мы страна с равными правами. У вас есть право стремиться к счастью так, как вы хотите. И правительство не может указывать вам, кем вы должны быть или что вы должны делать. Но я думаю, что многое из этого как бы теряется. Но если я подумаю о том, что на самом деле во многом сформировало меня как молодого человека... Да, ты это пойди расскажи черным, чернокожим и латиносам, которые живут в латинских районах и в черных районах, какие у них равные возможности с тобой. Или индейца в резервациях пойди расскажи. А, конечно, выйти замуж за американца, приехать к американскому мужу на шею, сразу же сесть за его счет здесь жить и рассказывать про равные возможности. Я тоже вышла замуж за американца. Я скажу, что, конечно же, вообще близко неравные условия с теми людьми, которые приезжают, например, по грин карте выиграли, и у них нет вообще никаких американских корней. Это разные вещи. Тоже ты, будучи замужем за американцем, можешь идти учиться, муж тебе помогает, оплачивает что-то, кредит помогает взять на обучение и так далее. Сам по себе ты не можешь этого ничего сделать. У тебя нет кредитной истории, ты даже не можешь поступить в университет американский, чтобы взять кредит на обучение. Что ты несешь? Кому ты стуляешь? Понимаете, на дураков вообще. Это все интервью рассчитано на дураков. И мне, вот, я бы могла, если бы была бы возможность, вот с ней лицом к лицу провести интервью. Не вот с этим, вот, который сидит там в бешенице с Ирана, армяно-иранского происхождения, сидит ей, этот, потакает во всех ее там словах. А я бы с ней поговорила бы насчет Советского Союза, как там угнетали. Сука. Да распался Советский Союз, я поступил в колледж и изучал экономику. И половина моего академического образования была в Киеве, ты знаешь. Так что половина моего академического образования была за свободное предпринимательство, свободу, хаек. А половина все еще была как в коммунистические времена. Карл Маркс, ты знаешь, но это было очень яркое время, даже несмотря на то, что это были очень трудные времена с большим... При этом я вам гарантирую, что тысячу процентов даю вам гарантии, что в Киеве, это уже был пост развал Советского Союза, она выучилась бесплатно на своем экономическом факультете, бесплатно. А здесь в Америке муж либо за нее платил, либо муж на нее организовал студенческий кредит, и она выплачивает там вместе с мужем этот кредит. Но это уже за счет денег и за счет помощи мужа американского. Сама бы она не получила бы этот кредит, никто бы ей его не дал, ни за какие заслуги. С чемоданом она приехала, боже, какая она дрянь. ...шим количеством преступников. Я имею в виду, что это было ужасно, это было правление мафии. Но это все еще яркое время, когда была эта надежда на что-то светлое, и надежда на что-то вроде демократических свобод и так далее. Так что это было очень вдохновляющее время в некотором роде, когда ты знаешь, они строили новые фондовые биржи, и основывали все эти разные демократические принципы в стране, в постсоветских странах. И будучи молодым человеком в то время, я читал Алексиса де Токвиля о работе демократии. Так что я прочитал много книг. Возможно, ты слишком идеалистичен в отношении Соединенных Штатов. Я прочитал много книг отцов-основателей, когда приехал сюда. Так что я, наверное, подумала о Соединенных Штатах, о свободе, о том, что это просто что-то вроде того, как люди пересекали океан во времена отцов-основателей в поисках свободы. Вот что-то вроде этого было у меня на уме. Я увидела эту страну свободы и эту энергию в ней. И я была очень удивлена, когда столкнулась с некоторыми реалиями. Но мне было интересно, когда я начала заниматься политикой на низовом уровне, просто разозлившись, я присоединилась к движению Чаепития вместе со многими пожилыми американцами. И многие из них на самом деле уже мертвы. Говорит про Сару Пейлин, высшего губернатора Аляски, и Джона Маккейна. Ну, Джон уже умер, соответственно. Они были вот участниками, организаторами этой ТИПАРИ. То есть это, ну, протестная такая была группировка, движение протестное. На консервативной стороне против либералов. Послушаем дальше. До годов, когда это произошло против Обама и всего остального. И вот в чем разница между поколениями американцев. Они были американцами, патриотами, трудолюбивыми, с ценностями, похожими на мои. Так что я думаю, что это заставило меня тоже как бы захотеть бороться с ними, потому что я действительно верю в это. И они быстро сформировали меня, чтобы интегрироваться в своего рода низовое движение американцев, с которым я была готова пойти против своей собственной партии. Начать свергать политиков. Я свергла политиков. Я свергла партийное руководство, и я буду готова к борьбе. Но я думаю, что будучи молодым человеком, знакомство со многими пожилыми американцами с такими убеждениями сформировало меня или даже укрепило мои убеждения в том, что мы должны бороться за это. Ты когда-нибудь читала «Айрон Рэнд» пока была в России или нет? Я прочитала это немного, но я думаю, что я услышала это, вероятно, позже. Но у нас было это на моих школьных занятиях. У нас действительно было это. Это после Горбачева, так что после средней школы. Так что они были. Нет, у нас было это. У нас это было. Я думаю, что это было похоже на то, что я пыталась вспомнить, потому что когда я читала это в первый раз. Но я думаю, что у них это было. Потому что это было что-то вроде того, что было у них во времена Горбачева. Я имею в виду, что я закончила школу в 1995 году. Так что это было еще, ты знаешь. Так что я, ты знаешь, это было что-то вроде времен Горбачева и после. Это было время, когда что-то стало более демократичным. У нас появилось это. Девяностое были очень интересными временами, ты знаешь. Кто такой Горбач? Кто такая Айн Рэнд для вас, ребята? Как они рисовали Айн Рэнд? Я думаю, что в то время все становилось более проамериканским, ты знаешь. И я думаю, что было время, когда люди начали просыпаться от того, что происходит. И стало поступать больше доступа к информации с наших сайтов. И мы начали говорить больше «О, ты знаешь». И плюс у меня была семейная история. Как мой дедушка, он, ты знаешь, его семья была сослана Сталином на смерть. Ты знаешь, потому что они были помещиками. Ты знаешь, они отправляются. Да, потому что они помещиками были, или потому что они были бандеровцами и сосланы после войны. Вот вам, ребята, вот вам и корни этой ненависти. Я даже еще не знала про этого дедушку, и уже я услышала, ну не услышала, сделала вывод, что у нее какие-то там корни ненависти к россиянам, к России, к Советскому Союзу, какие-то внутренние. Вот оно и вылазит. Дедушка был сослан слаб Сталином за то, что он был помещиком. Правда? А помещиком, что Сталин на Украине отправлял куда-то ссылку? А не украинские власти отправляли помещикам? Или, может быть, был он бандеровцем, отправили его в ссылочку после войны? Принцев, ты знаешь, и устроили голод. Так что он всегда ненавидел коммунистов, ты знаешь? Так что в моей, ты знаешь, в моей семейной истории у меня уже были люди, которые сильно пострадали от коммунизма. И он говорит что-то вроде того, что ты всегда должен быть свободным, а эти люди деспотичны. Мой отец был таким, он был как молодой лидер. Он говорит что-то вроде того, что все это чушь собачья, ты знаешь и то, что они делают. Они говорили тебе, чтобы ты молчал, но ничего не говорил, когда идешь в школу. Мой дедушка не был тихим, и на самом деле он был очень дерзким. А его даже на какое-то время за это отправили в Сибирь. Так что он был не совсем таким. Он отказывался вступать в коммунистическую партию. Так что он никогда не был по-настоящему тихим человеком, ты же знаешь. Ага, и тихим не был, и выступал, и возмущался. И что-то никто его не убил в Сибири, да? Живол и жив здоров, видать, еще вон при ней жил, раз она помнит дедушку так хорошо. Знаешь, но ты же знаешь, но многие люди носили. Ты же знаешь, и как моя бабушка. Как она тайно крестила меня, ты же знаешь. И она, ты же знаешь, я имею в виду, что ты не мог пойти и помолиться по-настоящему, но она могла позволить мне помолиться ночью. А какой была религия в то время? Все прямо тайно крестились, все прямо тайно молились, при этом все церкви работали, костелы работали. Я ездила в студенческие годы туда вот на западную Украину, на экскурсии у нас было, не в студенческие, а в школьные. В 10-м классе или в 9-м классе нас возили. Так там и костелы работали, там были действующие костелы вот эти вот католические. Все церкви, православные храмы работали, нас возили по церквям. То есть была история, поездка Руси, типа по древней Руси. Нас возили там кругом. Все как работало, так и работало. Никто эти храмы не закрывал при коммунистах. Она сама себя противоречит. Нас тайно окрестили, при этом почему-то все храмы, их священники работали. Да, коммунист не мог идти креститься открыто, потому что это было против политики коммуниста. Коммунисты были против религии. И я в последнее время тоже склоняюсь к этому. Религия отдельно, а вера отдельно. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. В чем-то, я считаю, это было правильно. То есть если ты коммунист, то ты, по большому счету, был атеист. И ты не мог официально пойти молиться в церковь. Но если ты не коммунист, то иди молись, хоть замолись. Все мои бабушки и дедушки ходили, молились. Нас детей с собой брали, водили. Все костелы бы работали, храмы бы работали. Бабушек там вечно всяких разных было, куча в этих храмах. Я не вообще в шоке, что она несет. Это просто мне на голову, в голову не влазит такую пирамиду вранья, которую она тут рассказывает. Имя когда ты росла. Или православная христианка. Но что было? Что такое Россия? Так что ты не могла молиться той ночью. На что была похожа Россия? Ну послушай, ты не могла, как будто у них нет церквей. Ты же знаешь, как будто если бы нам пришлось пойти. Как будто она тайно привела меня к священнику, ты же знаешь. Зачем избавляться от церквей? В чем была причина, если мы избавляемся от церквей? Потому что ты же знаешь, коммунисты понимали, что религия делает людей сильнее и менее зависимыми от правительства. Ты же знаешь, та же вторая поправка, почему у людей отняли оружие. Это делает тебя сильнее как личность. Почему у тебя отобрали землю? Вот почему они все сейчас делают то же самое здесь. Потому что когда у тебя есть собственность, ты менее зависим от правительства. Но если у тебя есть общественность, ты знаешь, Чем ты сильнее как личность, тем труднее тебя подавить. Так что, когда ты получаешь образование, если у людей отбирают оружие, если у людей отбирают землю, если у людей отбирают религию, мы становимся слабыми людьми. Эта религия, это про тех католиков, которые сейчас в церквях венчают ЛГБТ. Про эту религию она рассказывает. Что в церквях, сейчас у них тут в США флаги ЛГБТ висят, и у них там проводятся, ну, в чуть ли не голом виде какие-то события, и они венчают геев в церквях своих. Она про вот эту вот религию рассказывает, или про какую? Вы зайдите ко мне в Телеграм-канал, посмотрите, что там. У меня вот видео было, с Федором была беседа, я рассказывала, что превратилась церковь в религии в США. Там конкретно, прямо на главной страничке, на заставке к этому видео, стоят два мужика на коленях, и этот священник, значит, ну, католический, я понимаю, или протестантский, их венчает. То есть уже в церквях вообще венчаются, извините, непонятно кто, кто в Библии считалось вообще грехом иметь такие отношения, тут они их венчают, вообще без проблем. Вертеп уже превратились в эти церкви, если на то пошло. Может быть, правильно коммунисты делали, что они отделяли церковь от государства, я лично за, потому что такая церковь, которая вот это вот, там, узаканивает вот эти отношения очень странные, может быть, такая церковь вообще не нужна. Они, которыми легко манипулировать, и именно в марионеток они хотят превратить тебя. Так вот почему они хотели убедиться, что единственной религией будет правительство. Ты же знаешь, только социалистическая коммунистическая повестка дня. А твой бог это, по сути, как президент России. Это верно, это верно. Ты же знаешь, что у тебя есть, ты же знаешь. Это похоже на то, что сделал Гитлер. Гитлер тоже избавился от церквей. Да, коммунистическая партия, ты же знаешь, вот в чем твоя религия. Вот в чем твоя религия, да. Но церкви-то работали в России, но тебя же крестили, тебя же водили к священнику. Что ты сравниваешь? Гитлер избавился от церквей, но в России-то они не делись никуда. При Советском Союзе они процветали. Я видела, в Белоруссию ездила, была, наверное, в пятом или шестом классе, в гости к тете там своей, и у тети над ней жил священник. Он приезжал на каком-то там шикарной машине, и все говорили, что он очень состоятельный, потому что он священник. Опять-таки я говорю о том, что вот, вот вам в церкви. Он жил, во-первых, жирный был, как не знаю кто. Приезжал на, чуть ли не на Мерседесе, это при коммунизме, во-первых, свет был коммунизм, а я в пятом классе была. Какой-то был, 70, какой-то там с копейками год, ну, 78-го, может, ну, пусть 80-й. Но священники жили припеваючи, как сыр в масле купались. Это в Белоруссии. В России и на Украине было то же самое. Это был за самый ранний момент, когда Путин начал становиться публичным лицом в России. Когда большинство россиян впервые узнали о Путине публично, где это было более... Ну, послушай, Путин не был таким могущественным в 90-е, но в 200-е. И я думаю, что он начал набирать силу. Потому что я думаю, что Ельцин был, к сожалению, многим россиянам не нравилось, что он был слабым. Потому что русских вроде как учат с раннего возраста. И даже во времена Советского Союза они, наверное, живут хуже, чем украинцы, если вы поедете в Сибирь. Ты же знаешь, у них как бы есть Москва и Санкт-Петербург. Это страна в стране, где у них много богатых людей, и они живут другой жизнью. Но они всегда притесняют регионы. Ты же знаешь, забирают много ресурсов. И люди живут... Ну, начинается сказка. Ну, так ты съезди вон куда-нибудь в леса Оклахомы. Съезди. Я видео выставляла про Оклахому. Там едешь, там вообще разваленные дома, разваленные фермы, школы там у них в вагончиках каких-то. Что ты перецепилась к Сибири, где там вообще на километры одна деревня какая-нибудь стоит. Ты съезди в Оклахому, Оклахому, вот центр Америки. Ты съезди в Нью-Йорк. Ты съезди в Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Посмотри, там как нищие живут на коробках и палатках. Нет, она будет лезть в Россию. Она будет лезть в Москву и Петербург. Ты своим занимайся, Америкой своей, которая в нищете живет уже сейчас. Более 800 тысяч официально зарегистрированных бездомных в США на данный момент. Очень, очень бедно. Ты же знаешь. Так что, чтобы иметь возможность держать население в таком угнетенном состоянии, ты же знаешь, нужно построить какой-то национализм и все такое прочее. Так что они всегда говорили что-то вроде того, что русские немного лучше. Так что у меня есть этот русский, ты же знаешь, даже во времена Советского Союза, они считают себя немного более превосходными. Как у украинца или грузины, армяне. Они как граждане третьего класса. Мы более превосходны. И они воспитывают это в русских с раннего возраста. У них имперские взгляды. И все остальные. Мне было немного забавно, когда я проводила аудит субсидий наших фирм в Москве. И я приехала как... Рассказывают про амперские замашки. Нет, вы представляете? Я вообще... Где вы ее взяли? И вот на эту вот крысу, на эту вот дерьмо, буквально, гору дерьма, молится вот этот вот Бабичев, еврей, который рассказывает, что... Виктория! Просто пример для подражания. Такая женщина. И я люблю Советский Союз. Я советский человек. Тьфу! Как американка. А они ненавидят это. Потому что я родилась в Украине, и говорю русским, что им делать. Боже мой, это действительно так. Ты знаешь, это действительно их так раздражало. Но мне было интересно, когда я наблюдала, в то время я не жила в этой стране. Когда я приехала как американка, многие люди в Москве говорили мне, Боже мой, Виктория, Путин забирает все больше и больше власти и централизует ее. Теперь он назначил губернаторов. Он, ты знаешь, делает это. Так что он действительно начал накапливать много власти. И русские, ты знаешь, с тех пор, как у них был такой президент, как алкоголик. И это было так неловко. Ельцин был таким неловким. Он был похож на крутого парня. Он начал строить... Ну вот вам карма в виде Байдена прилетела. Этот Ельцин хотя бы там выпивал и танцевал, а этот вообще тут со ступенек падает. Не помню, где он находится, как его зовут, сыночек-наркоман. В общем, такой дизастр, что куда-то... Ну вам прилетела карма в три раза лучше. Получайте, кушайтесь, не обляпайтесь. Это так, как будто нас будут уважать. И я думаю, что Запад совершил большую ошибку в том, что мы не восприняли его всерьез, когда он решил, что он пойдет на забор. И он в значительной степени сказал, «Мне все равно на вашу оборону. Ты знаешь, я иду на забор. Ты знаешь, ты знаешь, принимаешь меня в свой клуб. Так что я собираюсь просто причинить тебе головную боль». Путин. Он действительно так и сказал. Он действительно сказал это очень открыто. И я думаю, что это была большая ошибка с нашей стороны, что мы как бы отстранились, не помогли демократическим институтам в то время быть построенными, и как бы не работали с Россией. И это была упущенная возможность. А потом Россия превратилась в эту страну, которая сейчас очень ориентирована на повестку дня, и действительно имеет много плохой крови. Потому что Соединенные Штаты разрушили, ты знаешь, Советский Союз, и посадили в него. Если вы помните историю, вы должны знать, что он был главой КГБ в Восточной Германии. Так что он был тем парнем, которому в значительной степени пришлось столкнуться со всем этим. И именно поэтому он получил так много полномочий. Потому что он знал, где находятся все активы Советского Союза. Так что он, вероятно, взял много из них. Вы знаете. Кто оказывал на него влияние? Кто был с ним рядом больше всего? Был ли у него кто-то, кто был его наставником? Кто был с ним рядом? Я действительно не знаю его истории. Но если вы подумаете об этом, вы не станете главой КГБ, если вы действительно глупы, во-первых. Они выбирают некоторых людей, которые были бы. Которые были бы очень хорошо обучены и очень хороши. Вы знаете, чтобы возглавить все это учреждение, такое как КГБ, потому что вы должны контролировать и подавлять и все остальное. Так что он определенно вырос в этой системе, зная, как вести пропаганду. Он, должно быть, был очень талантлив, чтобы сделать это. Чтобы иметь возможность достичь той позиции, на которой он был, ты знаешь, так что. И как бы продвигайся через это. Но я думаю, что разберись, где находятся деньги. И у него ты знаешь, у него это было. Я думаю, ты знаешь, что в то время у него было немного. Ты знаешь, он работал на мэра Санкт-Петербурга, и у него было много людей с деньгами и коррупцией в то время. Так что они своего рода. Но это интересная вещь, которая действительно превращается в Россию прямо сейчас. Это на самом деле. Это бывший КГБ, ФСБ, плюс настоящие бандиты. Как будто он привел настоящих бандитов к власти тоже. Нравится, как Чечня по-настоящему расправляется с дорожными бандитами. Ты же знаешь. Так что это своего рода сидение в Кремле. Так что он создал своего рода почти что сотрудничество между КГБ и мафией, чтобы угнетать. И если они не могут использовать КГБ и ЛСБ, то они используют мафиози после народа и угнетают большую часть населения. Как ты думаешь, в чем заключается видение Путина? Например, прямо сейчас ты же знаешь, там есть несколько человек, которым мы должны продолжать давать деньги. Зелинский, мы должны ему помочь. Он благородный парень. Мы должны ему помочь. Мы должны сделать это. Мы должны сделать то. Если ты сможешь найти этот клип, я уверен, что у тебя по всему телу побегут мурашки. А может быть ты даже испытаешь сильные эмоции, если посмотришь это видео. Если ты хочешь показать клип Зелинский и Нэнси Пелоси очень сентиментальным, я уверен, Виктория, что это особый момент в твоей карьере, если ты хочешь сыграть это. Зелинский и Нэнси Пелоси, ты же знаешь, делятся флагом и проходят через этот невероятный процесс. А потом, Роб, если ты сможешь воспроизвести клип только на прошлой неделе после того, как они приняли закон и что делали все в доме. И этот клип должен вернуться в то же самое место, где ты был. Это всего лишь на прошлой неделе после того, как мы одобрили закон. Посмотри на все эти украинские флаги. Большинство из них стоят на левой стороне, но также много людей и на правой стороне. Так что ты видишь что-то вроде этого, хорошо? У тебя есть Путин, у тебя есть Зелинский. Ты не сказал много хорошего о Путине прямо сейчас, не так ли? Кто такой Зелинский для тебя, когда ты видишь Зелинский? Я не поклонница Зеленского. Почему это так? Я скажу тебе кое-что, ты знаешь, и к сожалению для украинского народа, я сказала, послушай, ты знаешь, я на самом деле была очень удивлена тем, как сильно я подверглась нападкам. И я такая, послушай, я не должна быть американской конгрессвумен, я не должна оставить под сомнение действия иностранного правительства, от которого я уехала 24 года назад из страны, и то, что они делают с нашими деньгами, подвергаясь за это нападкам. Ты знаешь, я горжусь своим украинским наследием, но я отделяю наследие от правительств. И я была очень разочарована, когда увидела, что происходит в Украине. Я буду честна с тобой. Когда я баллотировалась в Конгресс, я баллотировалась как дипломированный бухгалтер, чтобы решить наши фискальные проблемы, защитить границу. И избавиться от этого сокрушительного долга в условиях инфляции, потому что в здравоохранении, потому что я знала, что происходит. Я даже не хотела. Я знала, насколько сложной была ситуация в Украине, и я не хотела даже иметь дело с этими вещами. Я буду честна с тобой. Я просто почувствовала, что вот-вот разразится большая война, а никто ничего не делает. И это будет большая война, которая может изменить всю Европу. И я подумала, может быть, ты знаешь, Байден много говорит, и посмотри, что он делает. И я была очень удивлена, когда приехала в Украину и увидела, что ни Байден, ни Зеленский ничего не сделали до начала войны. И если ты помнишь, ты знаешь, когда Трамп сказал Путину, только не под моим присмотром, а Путин понимает только силу. Ему наплевать на сообщение, безумное заявление, отмену рейсов. Это не имеет значения. Он тот, кто понимает только силу. Единственное сдерживание для него, чтобы он не пошел дальше. И он пойдет дальше, насколько ты ему позволишь, и доставит тебе много головной боли. А то, что он делает в середине, тоже вызвано им, а также Китаем и Ираном. Это все, что они делают совместно, потому что они преследуют нас. И теперь они официально объединились, чтобы преследовать нас. Ты же знаешь так что, но единственный способ справиться с ними, это иметь стратегию. И дело не только в оружии. Мы фактически разрушили Советский Союз, манипулируя нефтью и финансовыми рынками, ограничив доступ к финансовым рынкам для Советского Союза и снизив цены на нефть. И видимо, что она очень счастлива этим фактом. Ну ничего, красавица, не красавица, выглядит, моложе меня на 10 лет, выглядит как бабуля. Еще тебе вернется все это с тарицей. Бумеранг так вернется, потому что Кемала не покажется, сучка. А что делаем мы? Мы ничего не делаем прямо сейчас. Путин делает многое, ты же знаешь, зарабатывает много денег, на которые он может финансировать свою войну. А еще у нас на самом деле наши трубопроводы работают на половину мощности, и мы не выдаем разрешений на природный газ. И когда Трамп сказал Германии, что черт возьми ты делаешь, почему ты так зависишь от России? Или сказал европейцам, что вы несерьезны, вам нужно достичь 2%, потому что это большая проблема для вас, чем для нас. Что на 100% правда. Я имею в виду, что это большая проблема. Европейцы ничего не делают. Почему они зацикливаются на том, что американцы должны пойти и выручить их, и они могут оставить социалистическую чушь? Ты же знаешь, я имею в виду, что люди устали от этого. Я тоже устал от этого, потому что за это будут платить наши внуки. Но как бы то ни было, ты, Зеленский, ничего не сделал. Я был шокирован. Когда мы приехали? Так вот, когда я приехала в первый раз, это было на самом деле за несколько недель до войны, когда Байден говорил, о, Путин собирается напасть, собирается напасть. Я была очень удивлена. Они не понимали, о, у нас не может быть паники. Я такая, о чем ты говоришь? Мы были готовы к тому, что в советское время у нас будут приземляться ракеты. И мы тренировались, знаете ли, каждый месяц, знаете ли, на случай, если Америка нападет на нас. Мы на самом деле собирали. Каждый студент собирал АК-сорок по семестрам. У нас было испытание через 45 секунд. Мы разделили девочек и мальчиков, чтобы убедиться, что если американцы придут сражаться с нами, то это будет именно тот... Я вообще не поняла. Я не поняла вообще, это каким образом это плохо, я не могу понять, в чем проблема. А в Америке, что такого не было, у них были уроки, как прятаться от русских. Все сидели под столами. Вот мой муж рассказывает, что многие запасались консервами, рыли какие-то бункеры, потому что им рассказывали, что русские идут. При этом доктрина распространения оружия и построения баз НАТО в сторону Россию с их стороны продолжалась. Не мы же строили базы в Мексике. Когда поставил Хрущев эти ракеты на Кубе, так такой вопль поднялся и виск. И они могут по всему миру строить базы. А менять правительство во всех странах, устраивать там перевороты. А Советский Союз ничего не может сделать. И она еще так возмущенно рассказывает, нас учили автоматы собирать, потому что у нас была война Великой Отечественной. Поэтому у нас была все время военная подготовка, потому что мы хлебнули. А у нас тут Америка базами окружила со всех сторон. И наши правители знали, что рано или поздно, скорее всего, что дойдет до такого состояния, что придется, возможно, воевать с НАТО. И нас учили собирать оружие. Тут в Америке, извините, это оружие, оно вообще на каждом углу так продается. Дети с детства, они уже в руках его держат, и не умеют им пользоваться. И как бы мы противопоставили бы, допустим, их населению, которое с оружием с детства растет. Я считаю, что было прекрасно то, что нас учили в старших классах собирать оружие. Никак это в жизни не помешало. Тест, который требуется. И на самом деле у вас уже идет война с 2014 года. Я имею в виду, что люди не осознают, что война началась в 2014 году при Обаме Байдене, которые раздавали одеяло Украине. Трамп был первым, кто предоставил оружие Украине. Но я думаю, и вы ничего не делаете. Вы не готовите страну к войне. Так что я была очень удивлена. А потом Байден ничего не сделал. Мы говорили ему, хорошо, нам нужно поставить какие-то сдерживающие факторы. Потому что Путин понимает, что если вы серьезны, то он не так уж и хорош. Он не так уж и глуп. Но мы ничего не сделали. Затем началась война. То же самое-самое. Вы знаете, Байден медлил с оказанием помощи, ничего не делал. И что же он делает? Он пытается превратить это в 20-летнюю войну. И это ужасно. Это стоит больших денег. Это стоит многих жизней. И я не думаю, что Запад выиграет в долгосрочной перспективе. Мы выигрываем в скорости и маневренности. Демократии не так хороши. В долгосрочной перспективе побеждают диктатуры. Я сказала, я не понимаю, почему мы это делаем. Это глупая стратегия. Что же мы делаем? Я понимаю, что мы не можем позволить России делать то, что они делают. Это вызывает много головной боли. То, что они делают прямо сейчас, для всех нас. Но нам нужно быть более серьезными. И они отнеслись к этому несерьезно. Вы знаете. И вот почему я была очень удивлена вначале тот же Зеленский. И у них никто не строил так, как мы говорим. Никто даже не строил так, как, скажем, ваша стратегия ведения 20-летней войны. Ты знаешь, я совершенно с этим не согласна. Но давай предположим, что я ошибаюсь. Вы правы. Где же все это наращивание потенциала? Путин занимается производством в своей стране. Он придумал, как это сделать. Украина ничего не делает. И Байден тоже ничего не делает. Таким образом, вы превращаете эту войну в долгосрочную. Но даже этого не делаете. Вы даже не наращиваете потенциал. Так в чем же заключается ваша реальная стратегия? Это ставит меня в тупик. Что же он на самом деле делает? И куда идут деньги? Я бы никогда не смогла. У меня была поправка КНДА. Я сказала, что хочу знать, в каких странах компании получают всю наличность. Мы передаем ее через дом. Они одобрили это в Сенате. Они никогда не отчитываются перед Конгрессом. Они не сообщают американскому народу о том, что происходит. И я думаю, что это проблема. Поэтому мне жаль украинский народ. Я понимаю, в чем дело. Но у нас не может быть средств для борьбы со слякотью. И я думаю, что это справедливо. Вы знаете, я возражаю против этого. И я думаю, что Зеленский был очень слабым лидером. Я стараюсь использовать это в своих интересах. Вокруг него много коррумпированных людей. И Россия этим пользуется. Они очень хорошо знают об этом. Вы ставите как марионетку кого-то вроде Зеленского или похожего на него. Ставите вокруг него группу людей, которых вы можете купить. И это очень удобно для России. Итак, как много вы знаете об этом. Украина заявила, что раскрыла коррупционную схему на сумму 40 миллионов долларов и закупку оружия. Где некоторые даже предполагают, что Зеленский берет деньги с тех денег, которые даются его стране. Как вы думаете, такой уровень коррупции происходит прямо сейчас, когда он берет с этого деньги или нет? Ну, послушай, я думаю, что это то, на что им следует обратить внимание. Но то, что я только что сказала, вот почему я настаивала. Я сказала, послушай, ты знаешь, я была очень жесткой с ними. Вот почему они, наверное, меня ненавидят. Это, наверное, если не больше, чем Путин. Но у них есть много антипропаганды против меня в Европе и на Украине. Они рассказывают безумные вещи о том, что нет, послушай, они повесили на меня что-то вроде рекламного счета. Мол, это похоже на то, что про кремлевские активы или что-то в этом роде. Это ужасно, ты же знаешь? Но это действительно так. Ты же знаешь, я думаю, когда я пыталась надавить. Потому что все, что я сказала, это то, что я хочу под отчетности. И я сказала, что хочу иметь прямую логистику. Я хочу, чтобы любое оружие доставлялось прямо на передовую вместе с американцами. Я не доверяю никому из украинцев. Все поняли? То есть ее тут некоторые блогеры, вот такие, как Бабичев, которые вообще ничего не понимают ни в политике, ни в том, что в США происходит. Сигают на Пагестал, ее поднимают. И вот также американские некоторые вот эти вот известные журналисты, что она проголосовала против помощи Украине. Но она проголосовала за помощь Израилю. И чем она объясняет, почему она проголосовала против помощи Украине? Что плохо следят, куда идут деньги. Надо больше убивать русских. Надо больше целенаправленно выдавать деньги на именно снаряды и так далее. А так вот, представляете, Зеленский может украсть, и он крадет. И поскольку Зеленский крадет эти деньги себе в карман, то меньше русских погибает. Поэтому я против Зеленского и против вот такой вот помощи Украине. Мы должны целенаправленно все отправлять только на фронт, чтобы ничего ни копейки не украли, чтобы все пошло на смерть россиянам. Вот это вот, это вот она, это вот как говорит. Чтобы они присматривали за этим. Ты знаешь, там есть несколько хороших людей, но много сомнительных людей. И именно с этого начался мой конфликт с ними, когда я сказала, что хочу иметь прямую логистику, и чтобы американцы присматривали за тем, что происходит с оружием. И я не поддерживаю предоставление наличных денег украинскому правительству. Нет, я не доверяю им ни капельки. Я понимаю. Почему нет? Ну, послушай, я имею в виду, к сожалению. Как ты думаешь, он способен украсть у нас деньги? Послушай, это может сделать каждый. Или они могут украсть свои собственные деньги, а затем попросить нас выполнить бюджет. Вот в чем дело. Каковы шансы, что он уже украл у нас какие-то деньги? Послушай, я имею в виду, учитывая то, в каком состоянии находится эта страна, я имею в виду, послушай, давай просто будем очень честны в отношении того, с кем мы имеем дело. К сожалению, бывшая Советская Республика, за исключением, может быть, прибалтийских стран, будь то Россия, Украина или любые другие страны, это очень коррумпированная страна. Вся Восточная Европа, к сожалению, все еще борется с коррупцией и уровнем коррупции. Когда у тебя война и возможности для коррупции, когда у тебя есть еще и российская инфильтрация, ты же знаешь, что русские знают, если они проникают в Украину. И на самом деле это происходит очень часто, когда ему пришлось уволить кучу близких людей, ты же знаешь, тогда можно. Коррупция может проиграть любую войну. И я думаю, что это большой вызов, сделать это. И я сказала, послушай, они могут разобраться со своей собственной коррупцией. Моя ответственность за американское оружие и деньги, за то, что мы делаем здесь. Я американская конгрессвумен. И я хочу убедиться, что они не берут наши деньги и оружие. И вот почему я оказываю давление. Они сказали немного лучше, где я сказала. Хорошо, что ты имеешь в виду. Например, я не знаю, что происходит после пересечения границы. Ты знаешь, после того, как мы отдали вещи на польской границе, и мы не знаем, что происходит с этим. Я сказала, что это чушь собачья. Это неприемлемо. Каков текущий способ, когда мы даем деньги, что происходит с этими деньгами и кому они идут? Например, прямо сейчас 61 миллиард долларов прямо сейчас пойдет на Украину. Куда это пойдет? Ты не знаешь, пойдут ли они на Украину. Потому что, если вы подумаете об этом, именно в этом и заключалась проблема, с которой я столкнулась. Я знаю, что даже в одном из предыдущих пакетов миллиард долларов был направлен в Йемен. Хуситам в Йемене, которые были взяты у террориста, стрелявшего по нашим кораблям. Так что у них есть связанные с этим причины. Так что Украина становится фондом для отмывания денег, где на самом деле не все эти деньги идут напрямую. Часть этих денег идет на восстановление. Та ты шо? Оцея новости. Оцея новости. Та ты шо? Неужели ж не все уходит на фронт, а идет и отмывается? Ой, это цирк. Вообще, как бы, об этом знают все, кроме как только у нас правительство об этом узнало. А так уже знали все. И россияне, сколько им говорили. И наши все каналы, сколько про это рассказывают. Украинская оппозиция про это рассказывает. А до них только дошло. Что Пелоси и Байден туда летают только за своей долей. И прилетает Зеленский в США с чемоданчиком, притаскивает откаты. Обновление некоторых наших союзников. Ты же знаешь, что они в Европе, хорошо? Это все здорово. Но почему это часть украинских денег? Некоторые из них восстанавливают наши запасы. Некоторые из них, ты же знаешь, некоторые из этих стран дают Украине мусор, а затем покупают какое-то новое оборудование. А Украина получает половину нерабочего. Так что я думаю, что это просто неправильный способ сделать это. Вот почему у меня были очень большие возражения. Например, мы даже не знаем способ, которым этот законопроект пересматривается. Ты же знаешь, что большинство из них, мы даже не знаем, что именно идет непосредственно в Украину. Только часть этого, я полагаю, что это примерно 16 или что-то в этом роде миллиардов. В нем конкретно говорится об оказании помощи Украине в области безопасности. Но даже часть этого может быть использована для пополнения запасов некоторых стран, которые дали Украине. И мы никогда не сможем дать ответ на вопрос, кто что дал и где это находится. Вот почему я был удивлен, увидев, что многие из этих видов оружия я даже не видел там. Так что все они были там. Кто знает, что делает Байден? Тот же пустой человек с его ящиками. Ты же знаешь, что он не может дать ни одной международной организации. Он может дать ООН. Я никогда не видел, чтобы ты что-то делал там. Как ты думаешь, есть ли связь между Зеленским и Байденом? Вы знаете, некоторые люди предполагают, что возможно из-за Борисмы и того, что произошло в прошлом, а также из-за его сына, Байдена, Хантера и всего этого. Как вы думаете, есть ли какая-то связь с тем, что внезапно его преданность делу защиты Украины стала такой высокой? Как вы думаете, там что-нибудь происходит? Слушайте, у нее еще голос такой противный. У меня какой-то такой визгляво-писклявый голос. Вот не перевод, а как вот ее реальный голос вы сейчас слышали, да? Ах, какая мерзкая она, просто писец. Я действительно была удивлена, насколько бесполезным был Байден, и как Джейк Солливан фактически блокировал большинство утверждений о помощи. На самом деле это был он. Так что я должна была знать. И это интересно, потому что многие люди не понимают, что Хантер Байден, олигархи, от которой он получал деньги, на самом деле, знаете ли, работает на парня, который скрывается под прикрытием Путина в России. Не так ли сейчас же? Так что да, он работал на Януковиче, и он был из пророссийских олигархов, но на самом деле не из проукраинских олигархов. И некоторые люди в администрации Зеленского, такие как татаров, именно он убивал людей, протестующих на Майдане. Так что очень интересно, что в его администрации много людей, которые на самом деле были очень близки к Януковичу, что меня удивляет. Так что я совсем не считала их свободолюбивыми людьми. Вы знаете, это вообще заставляет меня усомниться в их лояльности и в том, кто такой Байден на самом деле. Поскольку он на самом деле не пытался, вы знаете, он был более умиротворен в России, чем я когда-либо видела. Вы знаете, Трампу часто дают слабину, но Трамп, вероятно, был намного жестче, чем в России, намного жестче, чем в России, чем Байден. Байден просто говорит, давайте вместе пообедаем в России и ранее Китае. Но основные средства массовой информации с вами не согласны. О, нет, он разрешает им есть наш обед. Но основные средства массовой информации сказали бы, что вы бредите, если бы сказали то, что вы только что сказали прямо сейчас. Они бы сказали, вы что издеваетесь надо мной? Вы знаете, не может быть, чтобы Трамп был всецело поглощен Путиным, а Байден это тот, кто помогает Украине. Обычный человек прислушается к тому, что вы только что сказали, и спросит, о чем это она говорит. Нет, я говорю о фактах. Это не слишком громкое заявление. Байден Го делает громкие заявления. Но если на самом деле, если вы послушаете недавнее интервью Пудинга, и его спросят, кого бы он предпочел? Он сказал Байден. Он сказал, что я бы предпочла, если бы была на его месте. Он мог делать все, что ему заблагорассудится. А также Байдена и Трамп. Мы разобрались с этим должным образом. Что касается Байдена и Обамы. Я имею в виду, он сделал это, понимаете? Я имею в виду, что я бы тоже так поступила. Потому что он знает, что этот парень слаб, политичен и коррумпирован. И многие люди вокруг него очень подозрительны. Как и Джейк Солливан. Я даже не знаю, что, черт возьми, происходит. И это тот же самый парень. Он работал на Хиллари Клинтон и тоже заключил для нее много очень странных сделок. Это Джейк Соломон. Все в порядке. Так что, между прочим, я не знаю, волнует ли вас это или нет, но когда вы слышите, как люди говорят, что Путин стоит 200 миллиардов долларов, что вы думаете по этому поводу? О, я, наверное, один из самых богатых людей в мире. Что вы думаете о Зелинске? Я думаю, что Зелинске тоже довольно хорош. Я думаю, что... Ну, опять эти сказки про миллиарды Путина, которые просто уже со стороны США, со стороны Украины годами, годами эти сказки я слышу на их всех разных телевидениях и местных средствах массовой информации про эти вот сказки, что Путин самый богатый. Ну, почему... Если бы он был самый богатый, его деньги лежали бы в каких-то банках, их бы уже нашли, арестовали, точно так же, как арестовали сейчас средства Российской Федерации, которые лежали там в швейцарском банке. И управляли бы Путиным, манипулировали бы им, именно путем угроз, что мы твои деньги заберем, точно как они манипулируют Зелинским и Порошенко. Но этого не происходит. Эти загадочные деньги, миллиарды, до сих пор никто не нашел. Что сейчас это уже вполне вероятно. Так оно и есть. Как вы думаете, сейчас он уже миллиардер? Я бы не удивилась. Я действительно так не думаю. Никто не задумывается о том, что это за страна, знаете ли. Я имею в виду, что он был посажен туда олигархом, но теперь он ведет себя так, как будто он сам олигарх. Или может быть люди вокруг него. Так что мне трудно сказать. В чем заключается бизнес-модель? Кем является такой человек, как Зелинский? Ты занимаешься бизнесом? Хорошо. Это бизнес-модель о том, как заработать деньги. Выяснить, как заработать деньги, не так уж и сложно, не так ли? В чем заключается бизнес-модель, позволяющая Зелинский стать миллиардером? Ну, послушай, в этой стране все так и есть. И послушай, и я не хочу, чтобы мне это нравилось. Ты же знаешь, я буду строить догадки. Потому что я не пошел и не проследил за счетами, которые, как ты знаешь, нам, вероятно, следует хотя бы посмотреть, что происходит с нашими деньгами. Ты же знаешь, я почти уверен, что они крадут деньги у собственного народа. Но, по крайней мере, не связывайся с нашими деньгами. Вот что я им сказал. И я использую, наверное, гораздо более грубое слово. Потом я сказал им, я использую плохое слово. Что ты сказал? Я сказал, не связывайся с нашими деньгами и оружием. Но там есть бандиты, ты же знаешь, они понимают только такие слова. Ты же знаешь, они просто не понимают этого. Так ты думаешь, что Зелинский бандит? Ну послушай, эти люди приходят, ты же знаешь, люди приходят из всех этих группировок. Ты же знаешь. И все это, ты же знаешь, Путин. Все эти люди. Но перед вами стоит задача, которая стоит перед нами. У нас есть эта молодежь, которая очень патриотична. Они продолжают брать, ты же знаешь, правительство. Они сделали друг друга, пытаются найти свободы в Украине. И они продолжают избирать одно правительство за другим, которые коррумпированы. Вот почему так трудно выбраться из этого круга. Итак, я отделяю украинских бойцов и солдат. По-настоящему патриотичную молодежь от их правительства, которое на самом деле им не помогает. Иногда вижу конкуренцию в вооруженных силах, потому что они беспокоятся о них. Вот почему я говорю, что это как вторая поправка, верно? Это против тирании, потому что политики, по крайней мере, сейчас нервничают. Потому что у военных есть много оружия. И именно тогда люди владеют оружием. На самом деле ты знаешь, это то, что противостоит тирании и делает нас сильными, как республику. И это очень важно, верно? Люди не понимают, что правительство будет нервничать, когда у людей действительно будет возможность иметь оружие, и им не придется на него полагаться. Но я думаю, что такова эта страна, что каждый просто занимается бизнесом. Ты больше доверяешь? Ты больше доверяешь Путину, Зеленскому? Ну послушай, это другое. Я бы не стала доверять ни одному из них, верно? Но я скажу тебе кое-что, что действительно так. Я имею в виду, что нет никаких сомнений в том, что, к сожалению, то, во что превратилась Россия при Путине, стало очень жестокой диктаторской страной. И Путин собирается... А вы живете в России и не знаете, да? Вы даже не в курсе, что вы живете в жуткой диктаторской стране. Просто такое диктаторство там происходит, что такие, как Навальный, годами творят, что хотят, и ничего им не бывает. Годами он там всех полошил, на всякие митинги собирал, в конце концов угомонили уже только когда, когда уже на голову просто сел, и то посадили рукавички шить. А вот эти что? А у вас нет диктаторская страна, да? Все, кто пошел поддержать Трампа 6 января, в тюряхе до сих пор сидят. А Уден, бедный, еле сбежал. Ну это диктаторское правительство. Не диктаторское, точнее, правительство. А в России, в России-то да, там-то это страшная диктатура. А что делают американские базы в Африке и французские базы в Африке? Охраняют, видимо, я так думаю, что эти копии, всякие разные урановые и золотые, где дети работают, которым по 5 лет. Вот что делают там военные Америки и военные Франции. Потому что там колонии. Там просто колонизированы до сих пор эти люди в этой Африке. Им надоело это все дело. Они хотят сотрудничать с Россией, которая именно сотрудничает. И я, кстати сказать, очень рада, как это сказать, дальновидности советского правительства, которое в свое время создало Институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы. И там учились африканские лидеры, которые на данный момент стали просто-напросто президентами некоторых стран. То есть учились они, когда, бог знает, когда, там 30 лет, 40 лет назад. Сейчас им по 50 лет, по 60. И они пришли к власти. Они говорят по-русски, они знают, что такое Советский Союз, они благодарны Советскому Союзу. И они сейчас усиленно выгоняют вот этих всех колонизаторов. Это потому, что в свое время Советский Союз их учил бесплатно. А тогда говорили тоже, возмущая, ой, коммунисты, ой, что там каких-то там черных, а эти черные сейчас пришли к власти, выросли. То есть эти семена, которые Советский Союз закладывал, они сейчас проросли. И все эту шушеру колониальную начали вышвыривать из Африки. Гляньте, как они завыли. Как они завыли, что Вагнер пришел в Африке. Что он там делает? А что вы там делали? С сотнями лет. Что вы там делали? Смотреть на то, что там происходит. Но я также думаю, что у него есть эго, амбиции, и у него есть, ты знаешь, действительно, ты знаешь, это ужасно то, что он делает. Он стал злой силой. Но я также очень расстраиваюсь, потому что ты знаешь, это совсем другое дело. Ты же знаешь, что русским всем этим промывают мозги. И ты же знаешь, что он в значительной степени сделал это со своим народом. Но мне... Я вообще сумру. Представляете, русским промывают мозги. Вот кто промывал русским мозги, это вот это вот все эхо Москвы, радио Свобода, и вот этот вот Навальный с его вот этим придурочным каналом, где он нес просто полную чушь постоянно. Вот кто промывал мозги. Причем нашим молодым ребятам, которые еще не окрепшими мозгами. Нам-то и ты хрен промоешь. Те, кто вырос уже давно. А то, что в Америке льют из каждого утюга бред полнейший и про Украину, про Россию, и про Трампа. И что Трампа вообще, как президента, исключили со всех соцсетей. Это не пропаганда, и там Свобода слова. Что Трампу пришлось свою платформу открыть, чтобы хотя бы там сказать что-то о людях, потому что его выбросили и заблокировали со всех соцсетей. Не только его одного, а всех его приближенных и людей, которые были вот про-трамповские журналисты. Заблочили все каналы, повышвыривали со всех платформ, не давали слова ни на одном ТВ-канале. И вот этого Такера, Карлсона, еще и последнего уже вышвырнули. Рассказывает она. Я вообще в шоке от этой дуры. Какой молодежью Зеленский имеет дело? Которые убежали в Польшу и в Германию, оттуда всегда вещают, в чат-рулетки. Вот эти вот, брейв, это смелая молодежь, это смелая молодежь, которая в Европу свалила давным-давно. И происходит кровопролитие. Так что это действительно предательство страны. Так что я не испытываю особого уважения к другому. Ты же знаешь, что я не испытываю особого уважения к нашему президенту. Я буду с тобой честен. Наш президент продает нашу страну. Он предает американский народ. К сожалению, у нас очень много плохих лидеров. Я имею в виду по-другому. Но Байден и Зеленский позволяют Путина делать то, что он делает прямо сейчас, из-за их коррупции и слабостей. И я думаю, что это самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся. И мы не сдерживали очень злую силу. Ты думаешь, что все было бы по-другому, если бы Трамп стал президентом в 2025 году? Послушай, я думаю, что Трамп очень жесткий и очень серьезный. По крайней мере, ты знаешь, я имею в виду, что иногда он может быть очень неожиданным во внешней политике. И я думаю, что это сдерживание. Нам нужен кто-то с сильными сторонами. Да, кто-то сильный, такой, как ты. Чтоб ты, тварюка, в уже ядерные бомбы сбросила бы на Москву в первый день своего правления в США. Тебя, суку, надо действительно не только что в Сибири, я не знала, куда тебя замуровать куда-нибудь в глубокую пещеру, чтобы ты вообще никогда не вылазила, тварина. Потому что, к сожалению, такие люди, как Путин, не будут слушать ваши заявления о том, что делает Байден. Они понимают только сильные стороны. И я думаю, что тебе придется иметь такого президента. Хорошо, тогда позволь мне задать тебе вот какой вопрос. Итак, теперь можно сказать, что Конгресс Лумен со всем уважением вы говорите, что вы не за отправку денег к Зеленскому и Украине. Но вы за отправку денег в Израиль и на гуманитарную помощь. Почему вы поддерживаете Израиль, но не поддерживаете деньги Украине? Ну послушай, как я уже сказала, ты знаешь ситуацию с Украиной, я сказала, я бы поддержала, чтобы Украина получила смертоносную помощь. Ты знаешь, чтобы удержать позиции для военных. Потому что, честно говоря, я не думаю, что при Байдене и Зеленском они могут победить. Ты знаешь, в обмен на некоторую безопасность границ. Это было соглашение, потому что, к сожалению, без стратегии у нас не может быть этого нескончаемого сокращения средств. И я не думаю, что стратегия произойдет при этом президенте. За два года, которые он сейчас делает, Россия выигрывает эту войну под его руководством и при поддержке демократов. Ладно, давай просто будем честны. Там, где они сейчас находятся, это не из-за республиканцев. На самом деле, они были у власти, когда началась война. И он проигрывает эту войну России и Путину, куда он сейчас движется, дестабилизируя Ближний Восток. И у нас там происходит еще один серьезный кризис. Так что они пытаются обвинить республиканцев. Но на самом деле это ложь. Но и с Израилем у нас тоже серьезная ситуация. Ты же знаешь, что Израиль наш самый сильный союзник на Ближнем Востоке. И если мы продолжим отказываться от своей жизни, люди не поймут последствия этого. Сейчас на Ближнем Востоке сложилась ситуация, когда каждая страна наблюдает и думает, хорошо, может быть по крайней мере Китай даст кучу денег, загонит вас в долги. Россия предоставит дешевое оружие, но они останутся с вами. Американцы могут просто бросить вас в трудный момент. Я думаю, что это серьезная проблема для нашей национальной безопасности. Так что многие страны, которые начинают делать ставки, должны ли мы быть Соединенными Штатами или нет Соединенными Штатами. И мы не можем остаться одни в этом мире. Нам нужно солгать. Но я думаю, что нам нужно оказать давление на некоторые наши жизни на Ближнем Востоке и сказать, что здесь нет белого и черного. Ты же знаешь, что здесь нет граней. Это белое и черное. Ты же знаешь, что тебе нужно решить, с кем ты, с Китаем, Россией, Ираном или с нами. И ты должен принять это решение. И мы не были такими жесткими. И я думаю, что сейчас, когда Россия вместе с Китаем продвигается на Ближний Восток, как они это сделали в Африке и некоторых других районах Южной Америки, это не очень хорошо для наших национальных интересов. Так что мы должны поддержать Израиль. Но я думаю, что ситуация выходит из-под контроля. Если ты помнишь, то же самое говорил Джейк Салливан. Любимый человек. Я имею в виду, что он своего рода руководит шоу там. Он принимает решения, а не Байден. Так что давай будем честны. Ты думаешь, что Джейк руководит шоу? По-настоящему, по-настоящему, по-настоящему так и есть. Он главный парень, который на самом деле руководит всей национальной безопасностью и всеми решениями. Действительно, ты имела с ним дело? Ты встречалась с ним? Я встречалась с ним, но у нас нет особого пристрастия. Ты доверяешь этому парню? Нет, ни в коем случае. Почему ты не доверяешь Салливану? Послушай, я была очень удивлена. Многие действия, которые они предпринимали, были для меня очень неожиданными, почти как. На самом деле, это довольно забавно. Когда они вводили санкции против некоторых олигархов, они исключили одного из ближайших друзей Путина и никогда не подвергали его санкциям. Я была очень удивлена. Кто это был? Вопрос в том, что, Абрамович, ты же знаешь, и я была такой. Я задавалась этим вопросом. А на следующий день после того, как я задалась этим вопросом, Абрамович... Слушайте, это с каких дней у нас Абрамович один из лучших друзей Путина? Он потому сбежал из России, что он был лучшим другом Путина. Сейчас она скажет, что лучший друг Путина был Березовский. Слушайте, я вообще больше это слушать не могу. Я не могу это больше слушать. Я вообще, ну как бы... Интервью очень длинное, почти полтора часа. Давайте еще пару минут послушаем, но я это больше слушать не могу. Это какой-то просто бред. ...продал свою команду. Она занимается благотворительностью. Я думаю, что для меня это было очень интересно. Я просто, знаете ли, не так уж много знаю об этих олигархах, но я довольно много слышала о них. Он давно известен как человек, близкий к Путину. Так что, знаете, многие действия, связанные с технологиями, носят очень странный политизированный характер. Возможно, они просто боятся политики и пытаются заключить какие-то сделки. Но я думаю, что это вызов. А потом тот же самый парень сказал, «О, у нас на Ближнем Востоке царит мир и безопасность». Я не помню, как он формулировал статьи перед нападением. Может быть, за несколько дней до нападения. И нужно быть очень плохим человеком, чтобы оказаться там, где Иран, Саудовская Аравия и Китай обмениваются рукопожатиями и фотографируются, где они на самом деле ненавидят... Так, все, хватит. В общем, знаете, что... Вот, как говорится, когда допускают кухарку к управлению политикой. Мало того, что Мейлордер Брайт, ее по интернету муж заказал к себе, выросла в семье бандеровца, который в Сибири отсидел, еще и добралась до власти. Мозгов, как у курицы, ни черта не понимает про политику. Где-то она слышала что-то про Абрамовича, где-то она слышала про какие-то миллиарды Путина, где-то она слышала это, где-то она видела какой-то КФБ, который ходит за студентами, там что-то там следит, бред какой-то несет. В стране, в самой Америке полный развал идет. Президент вообще просто дебил, который еле-еле шевелится. И у него хватает наглости, совести, влазик еще на это самое... выступать против России, критиковать Путина больше орудия, оружия мало отправляем, либо отправляем Зеленский вору. Это надо все-таки, чтобы больше оружия отправлялось непосредственно на передовую. И вот этой вот тварью, другого слова у меня нет, это вообще нацистка, это бандеровка, просто в женском обличье. Эта тварь, ею восхищаются такие вот как Бабичевы, которые рассказывают, что он за Советский Союз, и он любит Советского Союза. Те подписчики, которые его смотрят, вот посмотрите вот на это интервью. И посмотрите то интервью, где он рассказывает, и ей восхищаются, какая она замечательная, какой он образец для подражания, он просто в шоке, какая появилась шикарная женщина консервативная в Конгрессе. Вот. То есть либо он тупой полностью, он даже не понимает, о чем он говорит, либо если он поддерживает вот это вот существо, вот эту тварь он поддерживает, значит вот смотрите, кому мы подписаны. На этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, я буду разоблачать больше таких недоблогеров, как Бабичев, и рассказывать про американскую политику в США. Всем пока, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok